Первые старты самые волнующие. Размяться после долгой зимы, встретиться с данными соперниками, оценить свои силы. Три, две, одна, старт. В этом году организаторы соревнований решили отказаться от проведения чемпионата Новосибирской области. Оставили только первенство Скотимского района и первенство Сибирского федерального округа. И не прогадали, всё идёт чётко и без срывов. Однако есть одно «но». Ранняя весна обернулась малой водой. Но и эту особенность здесь обыграли. Вообще воды большой не было в этом году. Поэтому мы увеличили количество ворот до положенных по регламенту. В связи с тем, что порог у нас стал в категории трудностей ниже. Поэтому трасса получилась более насыщенная искусственными препятствиями, то есть теми самыми воротами. Десять ворот, трое обратных. По категории трудностей дистанция легче не стала. Как обычно, много десалтайских команд и судей. Первый выход пропустить нельзя. Весело и задорно, как обычно, проходят старты. Посмотреть на другие регионы, посмотреть на другие команды. Всегда это интересно и познавательно. Водники, а на то и водники, что они приспосабливаются к любым погодным условиям. В принципе, условиям, которые даны. Всё, что есть, везде катаем. Тренируемся, готовимся, любим эти соревнования на самом деле. И каждый год на них приезжаем. Хорошую форму показывают наши ребята. Бурмистерский ровесник за три года добился отличных результатов. В прошлом году это была победа на всероссийских соревнованиях. И уже сейчас ребята рассчитывают попасть в призовую тройку. А трудности их только вдохновляют. Интересно тем, что мало воды и выпирает камни. Их приходится тоже обходить. Раньше воды было больше. Но было, можно сказать, даже полегче. В этом году изменили трассу. Тоже стало интереснее. Поездили мы очень много по соревнованиям. Поэтому и научились у других они, у более опытных своих товарищей. Приняли, так сказать, опыт. И сейчас вот сами уже показывают неплохие результаты. Бурмистерский ровесник, Льнёвский салаир, Завьяловский пилигрим. Представители этих команд входят в сборную Новосибирской области. И уже через месяц будут пробовать свои силы на Алтайской реке. В этот раз на первенстве Сибирского федерального округа и в двойках и в четвёрках у наших ребят второе место. На первом и третьем – Барнаул. По итогам соревнований среди наших команд в общем зачёте первое место у Льнёвского салаира. На втором – Завьяловская смена. На третьем – команда из посёлка Александровский. Продолжение следует...